Внимание, телепортация в будущее началась! Стой, какая телепортация, подождите! Меня никто не спрашивал! Три, два, один! Добро пожаловать в Майнкрафт! Но с каждым полученным уровнем мы будем превращаться в популярного ютубера! И чем больше у нас уровень, тем больше невероятных событий! Кстати, если ты хочешь увидеть своего любимого ютубера, то прямо сейчас подпишись на мой канал, смотри этот ролик до конца, и приятного просмотра! Итак, дамы и господа, начнем мы, пожалуй, этот ролик с вопроса дня! Я хочу вас спросить, в какого ютубера вы бы хотели превратиться в Майнкрафте? Дело в том, что сегодня, как я уже говорил, мы сможем превращаться в разных ютуберов, и напишите об этом в комментариях, а также досмотрите ролик до конца, чтобы узнать, какие ютуберы нас сегодня ждут, и, возможно, даже будет тот, о котором вы написали! Дело в том, что у нас сегодня реально будет большое количество ютуберов, и мы будем случайно превращаться в одного из них, после каждого уровня в Майнкрафте, который мы будем получать! Например, для начала мы скрафтим себе обыкновенный верстак, сделаем себе палки, и пока что, как видите, я обычный тумчанский! Однако, сейчас я уже вижу шахту, в которой есть уголь, и, кстати, уголь это именно то, что нам сейчас понадобится! Итак, ставим наш верстак, крафтим нашу первоначальную деревянную кирасу, и путем несложных махинаций для начала добываем себе камень! Но на самом деле камень нам сегодня не особо-таки нужен, потому что в нашем приоритете сегодня уголь! Да, я сам не верю, что это говорю на самом деле! Нам нужен первый уровень в Майнкрафте, потому что именно после его достижения... ЙООООО! Мы превращаемся... А, подождите, мы превратились в градуса! Подождите минуточку, у меня вопрос! Почему я превратился в градуса, и почему на меня какой-то темный костюм? Такое ощущение, будто мы прервали градуса, пока он записывал какой-то свой новый ролик по Майнкрафту, потому что я не помню, что в градусе был такой костюм. Возможно, это его следующий ролик. Или, по крайней мере, какая-то наша суперспособность. Давайте узнаем для начала, что делают эти желтые курочки рядом со мной. Как только я превратился в градуса, вокруг меня появились какие-то желтые куропаточки. Что это такое? Это, ээээ... Уточка! Окей, извини меня, конечно, за мое неуважение, но как именно ДНК определилось, что ты уточка, когда ты вылитая курица? Окей, у меня вопрос. Если я убью эту уточку, то что же произойдет? Почему она просто тут бегает и... О, подождите, из нее что-то выпало! Подожди, стой, не подбирай! Это моя кирка! Мне получилось, как это утиная кирка! Окей, в этом есть какая-то логика. Мы убили уточку и получили утиную кирку. И, ааа, подождите, смотрите, у меня же нарисованная уточка. По всему миру градуса на скине нарисована уточка. И поэтому вокруг нас появились наши уточки-помощницы, которые предоставили мне этот предмет. Правда, что это за предмет и чем он примечательный? Видимо, прямо сейчас мы и узнаем. Для начала убьем этого паучка. А также попробуем добыть камень, чтобы понять, что... Эээ... Извините, а вы тоже это слышите? Что это такое? Такое ощущение, что я слышу какие-то звуки кряканья. И теперь я понял, что умеет делать утиная кирка. Кстати говоря, пока я отвлекался на утиную кирку, я не заметил, что мы превратились в нового ютубера. И причем мы превратились в фикс-плея. Еээ, вот это я понимаю. Мы стали фикс-плеем, и почему-то на меня сразу же наделись какие-то... Штаны фикс-плея. Вот это поворот. Так, окей, мы стали настоящим фикс-плеем, но что мы в этом мире умеем? У него явно должны быть какие-то скрытые способности. Не просто же так на меня надели эти штаны. Окей, для начала мы скрабли себе, наверное, две печки для переплатки еды. Заберем с собой наш верстак и отправимся вниз в шахту, чтобы добыть себе немного железа, потому что скоро наступит вечер, и йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Подождите минуточку, что здесь происходит? Смотрите на крипера, он явно сходит с ума! Я ничего не понимаю, каким образом они все умирают? Смотрите, я к ним приближаюсь, они начнут гореть и сходить с ума! Подождите, нужно отмежать, нужно отмежать, переосмыслить все это! Мне кажется, это связано с моими штанами, потому что мои штаны как будто какие-то суперкрутые! Я приближаюсь к этому криперу, и он просто молит меня, нет, говорит, уйди, не приближайся! Жесть, мне впервые в Майнкрафте стало реально жалко мобов, типа, они как будто просят меня о пощаде! Ребята, 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 это получается, что я теперь могу спокойно передвигаться в шахте, и не переживать, что кто-нибудь меня убьет? Оу, здравствуйте! Я как раз искал все стрелы и косточки, ладно, давайте добытем немного железа, и между прочим, у меня осталось два с половиной сердечка! Знаете, эти штаны работают как настоящий радар, я сразу же отслеживаю всех мобов, потому что слышу, что они начинают гореть! Значит, ставим наши печки, ставим наше железко на переплавку, и-оу, я слышу какого-то зомби! Я слышу зомби, который хочет подарить мне свою гнилую плоть! Мне как раз-таки нечем питаться! Ничего себе, я его откинул! Чуваки, реально, простите, и так уж и быть, для вашего же блага я постараюсь превратиться уже в следующего ютубера! Мы побыли в фикс-плеем, и теперь мы... О, подождите, апокалипсис через 5 минут? Что происходит? Подождите, что происходит? Я превратился... Ооо, я превратился в Зимона! Так, окей, ну почему в чате было написано, что апокалипсис через 5 минут? Что ещё за апокалипсис? Стой, 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 а что мне делать надо? Почему нет инструкции? Что делать во время апокалипсиса? Что-то типа, я не знаю, спрячьтесь как можно ниже под землёй, или заройте себя песком, землёй... Нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, я не могу сидеть сложа руки, я не могу сидеть сложа руки. Через 5 минут случится какой-то апокалипсис. А мне даже не сказали, как именно я должен с ним справиться. Ладно, да будем как можно больше железно, сделаем себе хотя бы железную броню. Для меня тут настоящий апокалипсис, что у меня еды нет, а вы мне говорите про какой-то реальный апокалипсис. Боже мой, бедный спрут! У нас начинает наступать вечер, и мне это очень сильно не нравится, потому что через минуту или две наступит какой-то апокалипсис, а он ещё и наступит вечером. Кстати говоря, посмотрите, мне кажется, мы можем так же с водными мобами взаимодействовать. Хотя нет, стоп, я уже не фикс-плей. Нет, верните, мне способность фикс-плея. У меня остались только его штаны на памяти, и то, которые не функционируют. Простите штанишки, но вы отправляетесь в плавание. Я могу в любую секунду умереть, но я... О май гад, стоп, я получил четвёртый уровень и превратился в настоящего компота! В чате появились, кстати, какие-то надписи. Это деревня на 800-144. Постойте, вы хотите сказать, что я смог как-то пережить апокалипсис? Возможно, моей целью, чтобы пережить апокалипсис, было превратиться в другого ютубера раньше, чем за 5 минут. И вроде бы мы даже успели. Окей, теперь бежим от этих зомби, которые хотят меня убить, и нам нужно, видимо, найти деревню, про которую нам уже сказали. Окей, 800-114. Тогда просто не оглядываясь, бежим! Ну, у меня одно сердечко, о, нет, у меня стреляет скрипт, у меня стреляет скрипт, у меня одно сердечко, пожалуйста! Я хочу жить, а не готов умирать. Слишком много бешеных мобов вокруг меня, а у меня всего лишь одно сердечко. Давай, 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 бежим, и я уже вижу, я вижу деревню. Окей, быстро убиваем корову, нам как минимум нужно немного еды. О, нет, получара, уйди. Всякие тут шпайдер-мены пытаются меня убить, а у меня осталось 2,5 хп, нет, уйдите! Так, мне срочно нужны сундуки, мне срочно нужна еда, что-нибудь, чтобы перекусить и пережить эту ночь. Быстро, 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 кровать, 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 о, нет, о, нет, о, нет, уйди, уйди, уйди! Проблема за проблемой, просто проблема за проблемой, у меня ровно пол сердечка, и тут, о, нет, о, нет, уйди, 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 пол сердечка, пол сердечка, что происходит в этом мире? Окей, бежим как можно дальше. Я успел ухватить одну кровать, и если я успею на ней лечь спать, то я смогу пережить эту ночь, пожалуйста. У меня пол сердечка, мне нельзя ни в коем случае умирать. Давай, 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 да. Мы пережили эту ночь, мы пережили эту ночь, они сейчас начнут гореть. Мобы начали гореть, а мы смогли пережить эту ночь, у меня всего лишь полсердечка, и даже еды совсем нет, добываем сено, быстрее, быстрее, быстрее добываем сено, это 100% самые хардкорные условия, в которых я пока что выживал, фух, теперь, я считаю, можно немножко передохнуть и поставить спокойно свой верстак и скрафтить себе немного хлеба, ночь прошла, ночь миновала, и знал бы просто компот, какие он сегодня пережил условия, окей, давайте сделаем себе некоторую прокачку в виде для начала щита, это кое-как это защитит, а также сделаем себе штаны и нагрудник, у меня много железа, и у тебя нахерка, конечно, это хорошо, но мы сделаем то, чему мы доверяем больше, мы сделаем себе орудие, в котором мы уверены на 100%, и кажется, мы вот-вот уже превратимся в следующего нашего ютубера, у меня осталось совсем-совсем чуть-чуть до пятого уровня, в целом я могу просто поискать себе немного угля, и мы его уже нашли, поэтому готовьтесь, ведь прямо сейчас, с секунды на секунду, я превращаюсь, йоу, в нового ютубера, и это, внимание, Юни, окей, мы превратились в Юни, и, будучи Юни, у нас, наверное, появились какие-то новые суперские способности, пока что я не знаю, какие, хотя, стоп, подождите, что это такое, у меня появился какой-то кролик, последующий посох, ё-моё, что за карнавал, вы посмотрите на эту махину, у меня какая-то супер странная штука, я даже не знаю, что это, я бы никогда не понял, что это посох, хотя, если так присмотреться, такое ощущение, что на нём нарисованы реальные кролики, три кролика, которые держатся об какой-то посох, окей, это страшно, но где я возьму кроликов, чтобы испытать этот посох, или, возможно, не кроликов, может быть, я возьму скелета взять и... А-а-а, превратить его в кролика, окей, почему у этого чувака красные глаза, о, кролик убит, а-а-а, ты, меня убивать, надеюсь, не собираешься? Я, конечно, всякое в своей жизни видал, но кроликов убить, я... Да, окей, брат, теперь явно ненормально, это какой-то маленький кролик, который вообще заблудился в пространстве, типа, брат, ты же меня убивать не собираешься, ты, вроде как, давай, я твой хозяин, а-а-а, зря я его ударил, наверное, зря я его ударил, Жесть, окей, мы смогли создать своего кролика, который, возможно, будет просто бегать, а, возможно, кого-то убивать Кстати, я вот задумывался над тем, почему, когда мы были Компотом, нам прислали именно эту деревню в чате Но теперь, друзья, я получил ответ на этот вопрос, потому что, по всей видимости, это и есть Деревня Компота Я просто заметил то, что все жители в этой деревне выглядят абсолютно как Компот Окей, видимо, поэтому нас призвали именно в эту деревню, это уникальная деревня 1 на миллион Деревня Компота в Майнкрафте, и в ней, почему-то, никто не хочет обмениваться со мной Ладно, тогда знаете что, раз вы не хотите обмениваться, а, может быть, вы хотите стать, например, маленькими кроликами Вот что случается с теми, кто не хотят со мной обмениваться Смотрите, он прям просит, пожалуйста, верни мне мое тело Вот так вот, не хотите обмениваться, будете кроликами, йоу, сразу даблкил, мы превратили двух кроликов, ну камон Ну можете ли вы мне хотя бы помочь кого-то убить? Я специально для этого пытаюсь приманить крипера, чтобы проверить, йоу О май гад, нет, 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 серьезно? Жесть, какие вы крутые! Это кролики-убийцы, в прямом смысле, теперь я понимаю, почему их так зовут Они всех убивают на своем пути Даже друг друга! Итак, дорогие мои, пришло время всех вас превратить в кроликов Абсолютно все в этом мире теперь станут кроликами и будут подчиняться мне Вы будете в моей армии кроликов Мы собираем свою гигантскую армию, которая будет противостоять всем мобам в этом мире Вы просто посмотрите, сколько у меня уже этих супер кроликов убить Все, теперь никто ко мне не подойдет Потому что эту деревню охраняют настоящие кролики-убийцы Никого не выпускать, никого не подпускать Хотя обычно вроде говорят наоборот Окей, пришло время, наверное, испробовать новых ютуберов А именно, о боже, на это можно смотреть вечно На это реально можно смотреть вечно Я думаю, пора превратить всех вас в кроликов, чтобы вы немножко мне не мешались И превратиться уже в следующего нашего ютубера И делайте ваши ставки Кто будет следующим ютубером? Мне осталось буквально, наверное, один блок угля, чтобы в него превратиться И, о, в меня стреляют Итак, мобы, пожалуйста, посторонись Потому что тут очень для меня... Ай-яй-яй-яй, стой-стой-стой-стой-стой-стой Фух! Он чуть не взорвался И, ребята, один финальный блок угля Мы его ломаем Нет, не ломаем Или, вернее, ломаем Но стоп, мы... Мы ни в кого не превратились Подождите, подождите Мне нужна пояснительная бригада Почему мы ни в кого не превращаемся? По всей видимости, теперь мы будем превращаться не после каждого уровня А, возможно, через один Наши кролики-убийцы уже обустраиваются в моей деревне Компота А мы, тем временем, должны, наверное, убить еще одного моба Чтобы превратиться в следующего ютубера Прости меня, свинка Но ты попалась под горячую руку О, да, восьмой уровень И, подождите, мы в кого-то превратились Внимание на экран Кем же мы стали? Три, два, один Мы... О, май гад Мы превратились в Фиксая Летс го, дамы, господа Мы превратились в Фиксая И, наверное, получили с ним какие-то суперспособности Но никаких новых предметов пока что я не замечаю Возможно, нам нужно кого-то ударить Чтобы это проверить Так, ударяем крипера И... Стоп, подождите, тоже ничего не происходит Алло, брат, неужели тебе все равно? Я Фиксай, почему ты не умираешь? Вернее, умираешь, но... Почему ты по-обычному умираешь? Окей, я не понимаю, что здесь происходит Йоу, подождите, стоп, откуда у меня взяли цветы? Я... Ээээ... Секундочку, я ломаю траву И мне из нее падает лук-батун Я не совсем понимаю, как это работает Но почему-то я ломаю цветы Подожди, если сломаю сено, тоже падает лук-батун Если я сломаю ступеньки, тоже падает лук-батун Если я срублю дерево, тоже падает лук-батун Просто все, что я ломаю, мне выдает лук-батун Окей, а это уже интересно У меня уже 17 лук-батунов Бату... Эээ... Цветков Но не совсем понятно, для чего они мне нужны Типа нажимаю прагнук и выше Ничего не происходит Посадил один Ну и все, в принципе Однако, о май гад Посмотрите, что я нашел Это кинжал Фиксая И посмотрите, из чего он кравится Он кравится как разки из этих двух цветков Мы получаем самый интересный кинжал Который я видел в своей жизни Позвольте просто забрать эту штуку Йоу, мы скрафтили кинжал из лук-батуна Серьезно? Что это за кинжал? А-а-а, что-что-что-что-что Что случилось? Я все пропустил Здесь явно что-то произошло Тут даже появился на полу огонь Но я ничего не увидел Я все пропустил Где? То ли упало что-то с небес То ли я не понимаю, что с зомби Что произошло? Либо я посмотрел на моба Либо я нажал по нему Я не знаю Йоу, 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 йоу Что? Подождите минуточку Мне нужно это переварить Я нажимаю левую кнопку мыши по блокам И в это место я вызываю Огромное количество фаерболов Иными словами, дамы и господа Мы можем весь с вами призывать Бесконечное количество метеоритов Вот это я понимаю, жесть Бесконечное количество шашлыка Летс го, халявный шашлык Огромное количество метеорита Жесть, жесть Вот это реально жесть Просто бесконечный метеорит Который убирает всех на своем пути Боже, как ты выжила Да, вот это ты, конечно, зря сделал Она просто, ну, ей дали шанс Она его сама только что потеряла Фух, мы вернулись в деревню И на самом деле, да Деревня, к сожалению, немножко тоже пострадала Ну так, чуть-чуть совсем И да, признаюсь, я виноват Но я немножко экспериментировал с кинжалом фикса Знаете, на самом деле, реально крутой кинжал Пока что мой любимый предмет Потому что этим кинжалом Можно реально создавать самые лютые катастрофы И, оу, сзади меня краски уголь Но я даже не знаю Хороший вопрос Хочу ли я превращаться в другого ютубера Если я могу, напустим, потерять свой кинжал Хотя, стоп, я уже превратился Я превратился и мне написано Приготовься к битве, слабак Стоп, что я превратился в Евгена, бро Так, подожди, стоп Мне, конечно, нравится Я превратился в Евгена, бро Я загрифировал свою собственную деревню Но почему на экране было написано Приготовься к битве, слабак Стоп, какой еще битве Один, значит, говорит Приготовься к апокалипсису Другой говорит Приготовься к битве Где апокалипсис и где битва Хотя, стоп Подождите секундочку Извините меня А это кто? О, нет, нет, нет. Кажется, я понял, с кем мы всё-таки сегодня будем драться. Может быть, апокалипсиса не было, а вот оппонент сейчас явно есть. Я, кажется, даже знаю, кто это, потому что это очень сильно похоже на Хаги-Ваги. Нет, уйдет. О, боже мой, почему ты как Эндермен? Мне интересно, почему он держит блоки так же, как Эндермен? И почему он за мной гонится? Стой, пожалуйста. Нет, 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 хватит, хватит за мной гнаться, хватит за мной гнаться. Жесть, окей, мы спрятались от этого создания. Не приближайся ко мне. Так, кушаем немного хлеба, и мне нужно каким-то образом его убить. У меня есть только кинжал фикса, и благо он хотя бы не исчез. То есть он будет теперь меня караулить всё время так же, как и Эндермены? Нет, 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 спасибо большое за ваше предложение, но, пожалуй, я откажусь. Окей, у меня есть кинжал фикса, и в теории я могу попытаться. Давай, давай, призвать, бежим, 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 бежим. Нужно этого чувака убить какими-то метеоритами. Это всё, что у меня есть в кармане? Не приближайся ко мне, нет. О, нет, 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 я умру, я умру, я умру. У меня осталось 4 сердечка. Если он меня догонит, он меня убьёт. Я взорвал, наверное, всю эту деревню, и он продолжает замыгнаться, несмотря на то, что он горит, он телепортируется ко мне. Почему этому Хаги-Ваги присвоили искусственный интеллект Эндермена? О, нет, я упал в шахту, я упал в шахту. Нет, всё, я умру, я умру, всё. У меня осталось половина ХП. О, боже мой, что происходит? У меня осталось всего лишь половина сердечка, и мне кажется, что он не может сюда добраться. Стоп, я его не вижу. О, я вижу, мне кажется, он застрял в блоках и не может сюда добраться. Окей, быстро кушаем хлеб, и это настоящий хардкор. Подожди, мне кажется, он просто там застрял. При любом его желании он не может до меня достать, потому что он просто здесь застрял. Нам нужно аккуратно его убить. Давай, Хаги-Ваги, ты должен сегодня умереть. Жесть, сколько у тебя вообще ХП, я не знаю. О, май гад, мы убили его, всё? Мы просто, мы убили его, мы просто его убили. Жесть, я думал, это никогда не случится, потому что если бы не вот это вот просто местечко, через которое я смог от него убежать, мы просто бы сегодня умерли. Бедные жители этой деревни, просто ничего из него не осталось изо всех этих боссов и приключений, которые с нами происходят. Но так как бы ни было, мы можем достать себе всё железо и, возможно, перейти в 14 уровень, чтобы получить себе ЙОУ, следующего ютубера! Я превратился в Эдисон, и ЙОУ-МАЁ, почему вокруг меня появляются какие-то непонятные перчинки? Хотя это не сильно, конечно, удивительно, но довольно прикольно. Мы получаем перчик, и что самое интересное, в довольно-таки больших количествах, потому что он постоянно появляется, пока я передвигаюсь. Вопрос, для чего именно нам нужен перчик? Пока что вопрос остается открытым, то есть есть его, мы не можем кидаться, вроде не вижу метеоритов, соответственно, вполне возможно, что мы из него можем что-нибудь интересное скрафтить, например, ядрёный лук Эдисона! Эта штука кравдится из трёх перчиков и трёх палок, и в целом у нас всё это есть, так, палки сюда, перчик сюда, и мы получаем ядрёный лук! Окей, давайте заберём эту штуку, и, по всей видимости, это лук, который стреляет перчиками! Жалко, что в этом мире почти не осталось мобов, знаете, на ком можно было бы протестировать этот лук, потому что половину мы уже убили, остались только наши кролики-убийцы! Итак, окей, благо, несколько курочек всё-таки ещё выжили в нашем мире, хоть это и ненадолго, и, о, смотрите, мы даже нашли пару коровок! Пришло время протестировать наш лук на них, и я! И там мы реально стреляем перчиками! Я, правда, не совсем понимаю, в чём заключается преимущество, скорее всего в том, что мы либо наносим повышенный урон, либо просто, ну, реально, ну, стреляем перчиками, ну, что ещё нужно, правильно? Когда всё-таки, мне кажется, я понял, в чём заключается преимущество этого ядрёного лука. Если я стреляю в моба, то мало того, что я стреляю перчиками, мне кажется, что мобы начинают сходить с ума, потому что они начинают иногда бегать, как сумасшедшие! Это проще будет показать без водички, если мы стреляем, например, в того же самого скелета, он начинает, во-первых, отравляться, а, во-вторых, он начинает бегать, как сумасшедший, как будто бы ему плохо! В следующем уровне мы уже превратимся в нового ютубера, а пока что забираем наше железко, и мне осталось совсем чуть-чуть до 16-го левла! Окей, берём наш ядрёный лук и стреляем немножко в наших зомбарей, которые постепенно отравляются, сходят с ума, со временем умирают, и летс гоу, так, уровень я получу, я не получаю уровень! Окей, тогда, пожалуй, пришло время отправляться на ближний бой с этим скелетом, после которого я превращаюсь в нового ютубера, или стоп, нет! Или всё-таки, да, там всё-таки я превратился, но почему-то была задержка... Йоу-моё! Что это такое? А я-то думал, почему-то как-то завис у меня сервер на минуточку, и что, извините меня, что передо мной заспавнилось? Мы с вами превратились в Феликса, и это как раз-таки та постройка, которую он строил в одном из своих роликов! Жесть! Это же гигантская постройка, которую, внимание, сам Феликс, сам ютубер построил всю вот эту вот штуку! И мы сейчас в неё попали! Мы просто смогли добавить её в свой мир, и... Так, ладно, можем побегать! Можем побегать в огромной пирамиде, на которую, если я правильно помню, ему ушло целых, внимание, 40 часов, чтобы её построить! Это реально жесть! Причём, когда ты смотришь на неё, даже не верится, что эту пирамиду строил кто-то, внимание, без креатива! Человек просто выживал в Майнкрафте, развивался, добывал ресурсы, и с помощью ресурсов всё это смог построить! И тут даже есть сундучок! Давайте, там какие-то нормальные вещи! Йоу, подождите, стоп! Что, реально тут есть ботинки хардкора? А ну, Эдисон, извини, но мне придётся перчики временно выбросить, ибо они занимают очень много места, и вместо них взять незеритовые слитки и ботинки хардкора! Надеваем на себя эти ботиночки! Йоу, мы прокачались, но тут, стоп, тут есть ещё сундуки, тут есть ещё сундуки, и в них уже по ноже хардкора! Постойте, позойте, тут несколько сундуков, и в каждом сундуке какая-то часть незеритовой брони, окей? Мы можем одеться в полный комплект хардкора, но где четвёртый сундук? Мне осталось только найти себе нагрудник! Есть ли один тут, второй там, и третий там, значит, четвёртый должен быть где-то здесь, и по всей видимости, его перекрыл весь этот холм! Найдись сундук большой и маленький! Я знаю, что-то есть! Да-да-да-да, ты есть! Это здесь и ты... Оу, да, нагрудник хардкора! Всё, ребята, мы получили полный комплект! О, оу-оу-оу-оу, что происходит? Стой, 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 что со мной происходит? Подожди, я надеваю на себя нагрудник, и что случилось? О, непонятные для меня причины, мы превратились в лоу-ложку, и йоу, сзади меня огромное количество куриц! Кстати говоря, с превращением в лоу-ложку, у меня в сегодня появилась надпись Поздравляю, вы стали... Богом курятином! Я не знаю, что это значит, но, по всей видимости, надо спавнили огромное количество курочек, которые, я не знаю, может быть, я могу ими как-то управлять? Главное, зачем? Я, конечно, не жалуюсь за еду, но зачем вы мне тут не сегодня свои суперские яйца? Окей, о, мы спавним курочек новых! То есть я просто могу спавнить новых курочек, это всё, что я умею! Кстати, обратите внимание на то, какой у меня сейчас уровень! Внимание, у меня ровно 64-й уровень, да? Но если я просто возьму и открою этот сундук, у меня уже... Стоп, у меня уже 69-й уровень! Подожди, если я ещё раз открою 75-й, 79-й, 84-й, 88-й, 92-й, 95-й, 99-й! И у меня теперь просто 100-й уровень! Внимание, стоп, я перевоплотился, стоп, подожди, где мой скин? Стоп, я что, превратился в Томку, что ли? Да ладно, мне кажется, я просто превратился реально в самого себя! Типа это ютубер, что я получил какой-то верстак пространства? Окей, что это за верстак такой? Казалось бы, обычный верстак, но на нём сверху какая-то есть карта, окей, мы идём искать сокровище? Полагаю, мы можем его открыть и... Стоп, подожди, внимание, телепортация в будущее началась! Стой, какая-то телепортация, подождите! Меня никто не спрашивал! Три, два, один! Куда мы телепортировались? Стоп, подожди, что происходит? Что здесь происходит? Меня телепортировал! Стоп, это кто такой? Это кто такой? Подождите, это мой персонаж! Это мой персонаж! Это просто мой персонаж, который только что добил эндер-дракона, и всё, он отправился в портал, серьёзно! Я просто в режиме наблюдателя телепортировался в Энд, и я ничего не могу делать, за меня убил эндер-дракона мой клон! Что за жесть? Мы телепортировались в будущее, где мой клон убил эндер-дракона за меня, типа, окей, это очень странно! Друзья, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк И посмотреть ролики, которые вы прямо сейчас видите у себя на экране И всем пока-пока